Не забывайте подписываться на телеграм-канал со скидками, купонами, также топами различных товаров Все ссылочки в описании, проходите и подписывайтесь Друзья, всем привет, с вами я, Эдскрайбер Жара, жара начинается в телефонастроении У нас новиночка Poco X2 Я знаю, друзья, что вы все хотели Poco F2 Но получился Poco X2 И не расстраивайтесь, мы ждем, ждем Poco F2 И сегодня я вам объясню разницу между двумя этими смартфонами и, можно сказать, даже между двумя этими линейками Под дочерним брендом Xiaomi Poco выпустил свой телефон Poco F2 И основной упор в этом телефоне сделан на камеры и на экран Сенсорный дисплей очень-очень качественный Так вот, друзья, давайте сразу разберемся и расставим все точки над И Poco F1 это одна линейка, то есть, по сути, мы ждем Poco F2 И F1 намекает на то, что это Формула 1 Ну или же быстрый телефон По крайней мере, я так это вижу Так вот, здесь мы получаем самый быстрый телефон За максимально дешевые деньги в дешевом корпусе и так далее Poco X2 это совершенно другой телефон, друзья Смотрите, это линейка X Здесь X2, соответственно, мы будем ждать X3 Ну и некоторых других телефонов В F линейке мы ожидаем только скорость В X линейке мы ожидаем инновации Другие компании тоже так делают Допустим, всем знаменитые Honor Линейка X у них отвечает за инновации То есть, это самые продвинутые, самые инновационные телефоны За недорогие средства У Poco будет тоже линейка X И это будет инновационные телефоны За небольшие средства Если вам нужна скорость, максимальная скорость За бомж копейки То F1 вам поможет И F2 ждем, конечно же, в будущем В суть теперь вы поняли, что здесь есть две линейки И они очень сильно отличаются Сегодня мы поговорим о модели X2 Так как F2 еще не представили Ее еще пока нет Мы очень-очень ждем Итак, дешевый современный Погнали Компания Xiaomi анонсировала смартфон X2 Ставший вторым аппаратом Выпущен под ее брендом Poco После Pocophone F1 Главная особенность телефонов Poco Топовые аппаратные возможности В сочетании с очень низкой ценой В модели F1, которую вы все так любили Акцент был сделан на производительность А в X2 он смещен в сторону высококачественного дисплея И современных фотокамер На эту разницу я уже обратил внимание Анонс Poco F2 состоялся в Индии И она станет первой стороной Где он поступит в продажу Релиз намечен на 11 февраля 2020 года То есть совсем скоро А сроки его появления в Китае и в России На момент издания этого видео пока что неизвестны Но скорее всего в Китае он не будет выпускаться Да, вы знаете, что Redmi K30 является его абсолютной копией И он уже представлен в Китае Соответственно китайцы его могут заказывать Нет смысла делать два телефона Просто с разным названием То есть они абсолютно одинаковые Но вот на территории стран СНГ Возможно он выйдет под названием Poco X2 Очень-очень ждем Цены в Китае на Redmi K30 64G версия в декабре 1600 юаней То есть примерно 14500 рублей По курсу на февраль В свою очередь Poco X2 стоит 16000 рупий То есть тоже где-то 14300 рублей Плюс-минус по сути одинаковая цена За версию 64 гигабайта И 6 гигабайт оперативной памяти Также есть модификации 6128 Это 17000 рупий У нас это 15200 рублей И 8256 Это топовый вариант 20000 рупий И 17900 рублей То есть около 18000 рублей Не забывайте подписываться на этот канал Лайк поставить этому видео Коммент пишите любой Как вам этот телефон, друзья? Очень интересно узнать ваше мнение Смартфон представлен в синем, красном и фиолетовом оттенках Наверное самый правильный цвет будет синий Ну, красный и фиолетовый Ну, друзья, так себе Пишите в комментах Нравятся ли вам такие цвета Теперь вернемся к Poco F1 Он вышел 22 августа 2018 года в Индии По цене 21300 рупий Это примерно 19000 рублей В Россию он приехал 27 августа 2018 года И подорожал до 24000 рублей За минимальную комплектацию Это была официальная цена На Алиэкспрессе он стоил около 20000 рублей То есть цена стремилась к официально заявленной Если X2 появится на Алиэкспресс То цена его будет примерно соответствовать заявленной на презентации Это, конечно, будет очень хорошо Потому что урвать телефон с отличным дисплеем за 14000 рублей Но это прям очень супер Перейдем к дисплею и фотокамерам Экраны камеры основные достоинства Poco F2 Full HD Plus разрешение при диагонали 6.7 То есть это достаточно большая диагональ Поддерживает частоту обновления до 120 Гц Это очень много для этой ценовой категории Подобных экранов нет ни в одном другом Android смартфоне Ну и тем более iOS смартфоне За 15000 рублей у Apple Дисплеем с частотой обновления 120 Гц Может похвастаться только планшет iPad Pro Сканер отпечатков пальцев размещен на торец И это действительно очень удобно Но если вы левша, то, конечно, здесь будет определенного рода проблема В правом верхнем углу экрана Poco X2 Есть овальный вырез под две фотокамеры Основной модуль на фронталке на 20 Мп Широкоугольным объективом И второстепенный на 2 Мп Который используется для размытия фона Также основной модуль камеры состоит из 4 сенсоров И набор с себя включает основную камеру Sony MX686 на 64 Мп Очень отличная ультра просто пушка Широкоугольный 8 Мп объектив 120 градусов 2 Мп макрокамера и 2 Мп датча глубины Основная камера позволяет записывать ролики в 4К Получать снимки в формате RAW И это, кстати, очень подчеркивали на презентации Что у нас есть типа RAW А вот у конкурентов RAW нету Нужно вам это или нет? Пишите в комментариях Я лично привык все в простоте в JPEG И это гораздо проще Далее по характеристикам Аккумулятор на 4500 мАч Это очень хорошо С зарядкой по USB TPC И в комплекте ложат сразу же зарядку на 27 Вт, друзья Это прям очень отлично Потому что 27 Вт зарядка сейчас идет во флагманах А за эту цену никто ее просто-напросто не положит Это очень отлично С 0 до 40% вам потребуется всего лишь 25 минут Если вы хотите зарядить до 100% То всего лишь 68 минут То есть чуть больше часа В основе смартфона находится Однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 730G Он построен по 8-нанометровому техпроцессу Один из самых лучших процессоров 2019 и, наверное, 2020 года По соотношению цена-качество Он получился очень производительным 8 нанометров всегда помогает экономить очень хорошо батарею Экран здесь будет очень требовательный к процессору И к пожиранию батареи Потому что 120 Гц обновление И поэтому 730G будет в этом отношении, конечно, батарею выручать Видеоускоритель Adreno 618 Вся эта связка будет в Antutu выбивать примерно 250-260 тысяч баллов То есть очень хороший показатель у этого телефона Даже как игровой его можно позиционировать Все-таки здесь 120 Гц Хороший процессор и неплохое звучание Поэтому для телефона с такой огромной батареей Играть в игры просто одно удовольствие Оперативная память здесь типа LPDDR4X То есть новую память пока не завезли Но на самом деле LPDDR4X справляется еще очень даже неплохо А основная память UFC 2.1 А такие же модули ставятся на флагманские телефоны 2019 года Поэтому память очень быстрая А дальше новинка Xiaomi работает под управлением Android 10 Вышла она в августе 2019 года С фирменной прошивки MIUI 11 То есть которая заточена под Poco Здесь сразу Android 60 Поэтому очень хорошо Смартфон получил жидкую систему охлаждения Режим Game Turbo 2.0 Есть для оптимизации в производительности в играх В Poco X2 есть два слота под две сим-карты Отдельный вход под наушники То есть миниджек сюда не забыли поставить И это очень даже отлично Модули Bluetooth 5.0 Wi-Fi 2.4 5 ГГц MicroSD под карту на 512 ГБ Pocophone F1 вышел не с самыми лучшими камерами Материалы корпуса были самые дешевые Насколько это в принципе возможно Это был пластик Это было повторение дизайна флагмана того года Если говорить о передней части Но самое большое преимущество его было в Snapdragon 845 То есть топовый Snapdragon Который предлагали дешево Там был хороший аккумулятор на 4000 мАч Тоже современная память UFC 2.1 Память типа LPDDR4X И всего было представлено два цвета Черный, синий Еще один был цвет под карбон Нераспространенный Это была самая топовая версия В этом году X2 получился вот таким Очень глянцевым Не самопроизводительным Но с очень хорошими камерами И конечно топовым экраном для этого года На старте конечно мы ждем сырой прошивки Redmi K30 какое-то время уже тестируется Поэтому есть предположение, что прошивочка уже скоро прилетит И в очень хорошем состоянии Понадобится где-то месяц-два Чтобы довести до ума этот телефон Ну и ждем конечно Poco Это действительно какая-то магия Друзья, когда я вижу название Poco на телефоне Хотя по сути это тот же самый Redmi K30 И все вы это знаете Но телефончик с названием Poco Выглядит уже как-то очень симпатично Привлекательно И хочется его себе приобрести Пишите друзья в комментах Что вы думаете по этому поводу Всем хорошего настроения Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok